Школа выживания в Небержаевских лесах в Крымском районе в лагере «Патриот Кубани» стартовал юбилейный 55-й туристический слёт. На этот раз его посвятили 68-й годовщине Великой Победы, 70-летию освобождения Крымского района и Олимпийским играм. Открытие проходило в торжественной установке. На пустынные слова туристам говорил руководитель управления образованием. Победы будут у сильнейших. Это, как всегда, но очень много разных видов соревнований. Побед, творчество. Я думаю, победят сильнейшие. Призы и подарки вас ждут по окончанию слёта. Удачи и побед. Этот турслёт рекордный по количеству участников. Своих туристов выставили все школы района. Так, в прошлом году Крымскую школу выживания прошли 13 команд, в нынешнем – 22. Впервые прибыли 9 из них. После торжественной счастья с поднятием флага России и представлением команд главному суде соревнований, юные туристы получили возможность отдохнуть, поужинать, подготовиться к следующему дню. В лесу школьники обустроили свои лагеря, после чего члены судейской бригады проверили и оценили их туристический быт. Палатки и костищи должны быть окопаны. Команда иметь шансовый инструмент – лопату, грабли, топор. Обеспечить чистоту и порядок. У нас все культурно, все постелено. Обязательно простыночки, подушечки, одеяло, чтобы не замерзнуть от дождя, чтобы не намокнуть. Везде порядочек, везде все красиво. Надеемся взять первое место. Участникам районного слета предстоит преодолеть переправы через обраги, спуститься по веревке на отвесном склоне, показать свои знания в ботанике, топографии, вязании узлов. По общим результатам всех состязаний будут подведены итоги туристического слета. Лучших туристов ждут подарки, но впереди еще пять дней серьезных испытаний. Марина Андрос, Анатолий Мажухин, Новости, 24 Крымск.